Всем доброго времени суток, всем привет! Ревгешин у вас будет право выключить все одновременно, у вас есть? Спасибо. Если вы в полном шоке, куда вы попали, что вы здесь делаете, то я вам так и скажу, вы попали на ежедельный урок по книге Таня, и у нас, если мне память мои записи не изменяет, то это аж 29 урок по книге Игоря Сакойдыш, а за эти 28 прошедших уроков мы с вами успели пройти аж 3 главы. Это много на самом деле, потому что главы А длинные, Б, Ксидус действительно, когда пытается учить углубленного, учит его очень медленно, а мы с вами учим его очень-очень углубленно. И напомню, что это вообще за книжка, дело в том, что этот урок, на который вы подключились, он существует уже, я думаю, полтора десятка лет, 100%, хотя я думаю, мне кажется, что даже больше, с которой началась вся наша община. Каждый вторник урок Тани, и мы дошли до четвертой части, и именно четвертая часть книги Тани называется «Игорь Сакойдыш, святое послание». Хотя мы, как неоднократно говорили, это не одно послание, это набор разных писем, которые общим знаменателям можно объединить в том, что они говорят о разных аспектах, важных для зарождающегося на тот момент нового хасидского образа жизни. И, честно говоря, в какой-то степени это новое письмо, новое послание, новая глава, которую мы сегодня в новом году с вами начинаем. Действительно, мы были большие молодцы, что закончили предыдущую главу так мощно перед Йом-Кипуром. Надеюсь, у всех Йом-Кипуром прошло без жертв, если вы подключились к этому видео, то, скорее всего, у вас он прошел без жертв. Но мы начинаем новую главу, которая на самом деле в какой-то степени продолжение предыдущего, то есть четвертое, продолжение третье. Хотя бы потому, что она говорит на одну и ту же тему, говорит о заповеди ЗДК. И если взять общее количество заповедей, которые упоминаются в этой книге, в этой части, она очень длинная, на самом деле, эта часть Игоря Сакойдыш, то больше всего в процентном отношении, конечно же, посвящено заповеди ЗДК. И в прошлой главе мы… Интересно, что Алта-Рэбб действительно стилистически говорит о совершенно двух разных аспектах этой заповеди. Если прошлая глава была полностью посвящена тому эффекту, который заповедь имеет на всё мироздание, как и на духовные миры, так и на наш материальный мир, несмотря на то, что обсуждали мы именно тему заслугу за заповеди, как в духовном, так и на заслугу за заповедь, как мы выяснили, она бывает только в духовном мире, а плоды за выполнение социальных заповедей мы пожинаем и в этом материальном мире. Но так или иначе, мы смотрели это в контексте того, как заповедь влияет на мироздание, на мир. Эту главу Алта-Рэбб посвящает тому, как сама заповедь ЗДК влияет на человека. Я имею в виду не получатель от ЗДК, как мы говорили, что в данном случае мы говорим именно о том, что, так сказать, скидывается материально на поводу от ЗДК, хотя мы с вами говорили на других лекциях о том, что заповедь ЗДК, по крайней мере в той классификации, которую даёт Ерамбам, высший пилотаж выполнения этой заповеди – это не просто кому-то отбашлять пару копеек, а высший пилотаж этой заповеди – это дать возможность другому человеку заработать, вплоть до того, чтобы просто дать человеку деньги в долг, одолжить человеку для того, что он мог заработать, и это большая заповедь, и самый крутой вариант выполнения заповеди ЗДК. Но, как мы говорили в прошлой главе, Алта-Рэбб включает в эту заповедь, то, что называют заповеди ЗДК, весь социальный аспект заповеди. Все заповеди, которые мы упоминали в Мишне-Пиа, где наши мудрецы в Мишне-Пиа перечисляют заповеди именно социальные, за которые мы получаем особую награду, а не заслугу в этом материальном мире, они вы можете каждый день прочитать в утреннем благословении, и на этом параде потом заканчиваются утренние благословения в ваших седурах, которые, я надеюсь, вы читаете не только как галитристику, а просто читаете утренние благословения. Но в этой главе Алта-Рэбб будет говорить уже о заповеди ЗДК, как она влияет на меня, на человека дающего, на человека помогающего, на человека того, кто выполняет эту социальную заповедь. И нужно понять, в принципе, почему Алта-Рэбб так много уделяет этому внимания. Я ни в коем случае на кого не наезжаю, но достаточно послушать просто все хасидские истории, да даже современные хасидские истории, которые некоторые равины, шалики рассказывают. Ничего плохого в этом нет, это абсолютно объяснимо, где постоянно истории связаны о том, как там где-то нашли много денег, или как кто-то дал большую стоку, или не знали, как построить синагогу, и вдруг откуда ни возьми свалились огромные деньги, и так далее. Точно так же большинство старинных хасидских историй, времен становления хасидизма, меньше о Большемтове, больше уже потом, когда второе поколение после Большемтова, когда ученики магиры разъехались, так сказать, по местам, и каждый основал свои собственные подворья, то они тоже во многом посвящены именно материальной стороне всей этих хасидских историй. И это, в принципе, понятно, потому что давайте не забывать, конец XVIII, начало XIX веков, XIX век в частности, в целом это время, когда евреям материально в Восточной Европе служилось совсем непросто, и вопрос материального достатка был крайне на суть. Теперь давайте подумаем в такой ситуации, как быть заповедью дзадака. Я сейчас не говорю просто в общем о социальных заповедях, а о том, что тот же самый Алтар Эбе собирал огромный, автор книги, собирал огромнейшие суммы денег на поддержку не только евреев различных в общине, не в своей общине, не за пределами своей общины, на выкуп заключенных, что было достаточно распространено, когда евреев арестовывали, требовали за них огромные выкупы. Есть известная история про Маорама из Ротенбурга, это немножко раньше, чем зарождение хасидизма, которого арестовали и потребовали за него огромные выкупы, и еврейская община собрала эту огромную сумму денег, и он отказался выходить, потому что он не хотел создавать прецедент того, чтобы евреев просто шантажировали и заставляли собирать эти огромные суммы денег. Идет речь также о том, что Алтар Эбе собирал, и его ученики, и ближайшие собирали огромные суммы денег на поддержку еврейского поселения в земле Израиля. Это еще сто лет до вообще возникновения. До первых сионистов, которые приезжают в Израиль и всем рассказывают, что они первые, которые возвратили еврейское поселение в Израиле, нет. Еще до того евреев жило достаточно много, были ешивы, были еврейские поселения, и в частности, в ближайший круг, и в какой-то степени наставник Алтар Эбе, Рабминах Мендал из Витебска, после неудачных попыток переговоров с Веленским Гаоном, он покидает Восточную Европу и уезжает с большим количеством соратников в землю Израиля, живет в Твери, в Твати и так далее. Но Алтар Эбе собирает деньги на поддержку в Хевроне. Еще в XIX веке существует любая ешива, на которую собирали огромные средства. И поэтому эта тема, это не то, что хасиды думают все время о деньгах, как это пытаются изобразить, нет, это была тема, стоки, она была насущна, потому что люди отдавали не только то, что они хотели дать на стоку, а даже когда они не могли дать на стоку, когда им самим не хватало денег, люди пожертвовали жертвовали на благотворительные нужды, на землю Израиля, на помощь бедным в общине за ее пределами, на выкуп заключенных и так далее, на откуп от царских властей в период кантонистов собирались огромные, огромные деньги. Так или иначе, это была действительно насущная тема. И мне кажется, что именно какой-то, здесь можно проследить своего рода методологию, которую ведет Алтар-Эбе, подчеркивая важность этой заповеди, сначала дает нам в предыдущей главе описание того, как эта заповедь влияет на все мироздание, на духовный, материальный мир, а теперь дает нам описание, как эта заповедь влияет на нас. Но на самом деле, так же, как и в предыдущей главе, Алтар-Эбе начинает совсем издалека. И мы далеко не сразу будем говорить о заповеди Задака, хотя вначале мы, конечно, упомянем ее и поставим определенные вопросы на останове первоисточников из Танаха, но Алтар-Эбе точно так же, как и в предыдущей главе, хотя начал заповедь Задака, использовал ее для того, чтобы описать вообще как полностью технологию происхождения заповедей, выполнения заповедей, а главное то, как заповедь влияет на все мироздание духовное и материальное. Эту главу Алтар-Эбе используют для того, чтобы вообще объяснить с точки зрения хасидизма психологию человека, человеческих действий, порывов, сознания и так далее. То есть будет все очень-очень интересно, очень-очень глубоко. Как говорится, мы нырнем очень-очень глубоко и постараемся с помощью Алтар-Эбе, с Божьей помощью, в этой главе, из этой ямы, куда нас Алтар-Эбе затащит, в эту глубину, а он будет именно говорить и даже использовать термины глубины, попытаемся из нее вылезти. Но перед тем, как я начну читать и переводить по книжке Тани, мы начинаем четвертую главу, хочу сказать, что сегодняшние занятия посвящены двум, выздоровлению двух людей. Это Яков Бен Сара, и Ревгешин, простите, я заговорился, напомните мне второе имя, у вас есть возможность включить микрофон, Бен Циля, да, Циля Басхая, я причем, Бен Циля, Циля Басхая, Циля Басхая и Яков Бен Сара, скорейшего выздоровления и хороших новостей. Итак, давайте начнем читать и переводить новую четвертую главу. «Эйн Исраэль Нигалин Эл Бетцдака». Написано, Рамбам говорит это в законодательных законах подарки бедным, которые мы часто цитируем эти законы, когда говорим о заповеди Цдака, потому что именно там они в основном и описаны. Это, своего рода, небольшая перефразировка из Иерусалимского Талмуда, которое звучит так, что еврейский народ не получает избавления, кроме как с помощью Цдаки. Теперь, фраза очень, очень коротка. И, соответственно, когда фраза очень короткая, объяснение ее можно найти уйма. Если перевести дословно, то нет у Израиля избавления, освобождения, как только с помощью Цдака в дословном переводе «справедливость». Мы понимаем, что, как говорится, заповедь Цдака говорится о всех этих социальных заповедях. Что имеется в виду Исраэль? Имеется в виду земля Израиля? Имеется в виду еврейский народ? Почему тогда написано «Вне Исраэль?» Так или иначе, это своего рода эпиграф к этой главе, который дает нам понять, что мы, да, будем говорить о заповеди Цдака. И почему именно, уже можно задать вопрос, с помощью заповедей Цдака приходит избавление. хотя, если мы говорим о приходе Машеха, тот же самый Рамбам говорит о том, что есть четкие критерии, четкие показатели прихода Машеха, почему не говоришь о помощи этих заповедей. То есть, мы видим, что заповеди Цдака или в общем все социальные заповеди являются ключевыми для избавления еврейского народа. Шенеймар приводит этому доказательство в данном случае из пророка Ишаяу «Вишвия битцдака» и есть известная фраза из пророка Ишаяу «Сион бемишпат тибде вишвия битцдака», что Сион будет судом будет искуплен и из плена выйдет он с помощью Цдаки, с помощью добрых дел. На основе этого наши мудрецы в Талмуде и Рамбам в своей книжке Мишна Тура заключает, что избавление евреев приходит благодаря цдаке. Кти, дальше Альтера приводит следующий цитат. Цедак лепанав и олег в хавле лихто и лех Ктувим уже в Таилим в 85-й главе написано Цедак справедливость перед ним и олег будет идти, а нужно было сказать Елех идёт. Тут, как всегда, наши мудрецы занимаются крючкотворством и берут странный языковой оборот, который приводится очень часто в Танахе, а тем более в таких лирических книгах, как Таилим или Пророки, особенности Большие Пророки и Поздние Пророки, после окончания книги Малахим, которая в основном хронологическая книга, а именно когда идёт речь о пророчестве таких, Гишаяу, Рмияу, есть много всяких сказательных вещей, соответственно, как мы с вами, кстати, учили об этом по поводу поэтики в еврейской поэзии, точно так же мы учили это в четверг, о том, что один из признаков поэзии, это в том, что автор зачастую искажает язык, искажает синтаксис, искажает грамматику для того, чтобы подогнать, так сказать, под поэтическую форму. И в данном случае в салмах, когда говорится «справедливость», «цедок», откуда и происходит слово «цдака», благотворительность, добрые дела, будет идти перед ним, правильно говорит он по-простому, по-простому языку нужно было сказать «елех». «Елех» — это простая форма будущего. Я ни в коем случае не пытаюсь забрать хлеб у своей жены, но тут действительно нужно обратить внимание на тонкости еврейской грамматики, где «илех» и «елех» это будущее время третьего лица в единственном числе. Только и единственное, что сложно действительно в еврейской грамматике это различные группы глаголов, которые называются в грамматике «биньяни». Первый «биньян» называется «фааль», это самая первая форма, самая простая форма глагола. В это слово «елех», которое по грамматике должно было быть здесь написано, что справедливость идет перед ним или будет идти перед ним, должно быть написано «елех». Я вспомнил, что я немножко говорю о деталях, может быть, немножко отвлекаюсь, но это нужно понять, для того, чтобы понять, в чем вопрос. А здесь написано «елех». «елех» — это будущее время, единственное число в третьем лице биньяна глагола, относящихся к группе глаголов «гив и». Не будем даваться подробнее, что это значит, и, по-моему, там 14 штук категориньяна жалуются на падежи. Выберите тоже, если не так просто, но они в переводе значат разные вещи, хотя здесь на русский язык. И та, и другая форма переводятся одинаково. Почему? Потому что обе они говорятся в будущем времени, и поэтому «елех» — это своего рода пассивное будущее время, то есть «будет идти». И «елех» точно так же на русском нужно сказать не как сказать «идти в будущем времени», нам тоже нужно использовать «будет идти». Но в иврите это два разных слова, потому что «елех» это своего рода активный глагол, а «елех» это пассивный глагол, и правильно его до слова перевести «будет идти». Но, говорят наши мудрецы, естественно, задая вопрос, что здесь правильно нужно было сказать «цедек лепана билех», что стандартная форма этого предложения «справедливость» идет впереди него, а здесь сказано «елех» будет идти впереди его. И это тот вопрос, который нам нужно задать на основе этого. Нам будет понятно, почему с помощью сдоки именно приходит избавление еврейскому народу, почему псалмисты, он в случае «царь Давид» использует глагол «ехалех», а не глагол «елех». Добавляется всего лишь одна буква «эй». Извините за такое грамматическое отступление, но просто это было необходимо для того, чтобы объяснить вопрос, который будет здесь задаваться. Я думаю, что просто я ненавижу грамматику и всегда плохо в украинскую школу вообще прогуливал. По-русски, в лучшем случае, языку набирал тройку, но с эвритмом у меня, слава богу, все было в порядке, поэтому лыхаем, лыхаем, учиться и вы. А теперь можно продолжить дальше. И как обычно, во всей методологии, спасибо, Равгершин, что включили камеру и выпили вместе со мной визуально, просто приятно, а то, как мы уже учим по утрам на закону благословения, что у Евреи нельзя кушать, а тем более пить в одиночку. Это запрещено, у нас все должно быть социально. Так вот, в методологии построения хасидского дискурса, а это и есть хасидский дискурс, то, что мы с вами учим, всегда вначале задаются вопросы, а потом объясняются те моменты, на основе которых мы будем отвечать на вопросы. И Алтаребе сразу, после того, как вопрос, в принципе, у нас, про чему написано е-лех, а не е-гал, е-гал-ех, а не е-лех, а почему у нас та лишняя буква эй, я думаю, что все приблизительно понимают, в какую сторону это дальше будет развиваться, по крайней мере, те, которые учили особенности предыдущую книгу Тани послание о покаянии, но до этого Алтаребе обращается еще к одному, заставляет нас нырнуть глубоко для того, чтобы вынулить и попробовать объяснить эти вопросы. Ахэня, но идея того, что мы должны объяснить, альпи маши катух, на основе того, что написано леха эмор леби бакшу панай. Еще одна цитата из псалмов, в данном случае уже из 27-го псалма, написано, пишет царь Давид, иди, скажи, сердце мое просит лица моего. Опять же, я сразу говорю, что перевод просто буквальный еврейских поэм и так далее, он неполноценен. Можете посмотреть, потом 27-й псалом, 28-го предложение, что это значит в контексте, но когда вырываешься из контекста, перевод вообще непонятно, о чем идет речь. Но тут сразу можно обратить внимание на такую интересную вещь, что, опять же, мы вначале будем говорить много, еще чуть-чуть о грамматике, но потом перейдем более таким психологическим моментам, которые здесь затрагивают алтарек. Так вот, слово панай в данном случае в контексте переводится не как лицо. На иврите очень много похожих слов, в недавнем слове, наверняка вы все знаете то слово, которое я упомянул еще до записи в начале урока, когда наш замечательный Хаим вышел в эфир. Я сказал, Хаим показал свой пунем. Что такое слово пунем? Это украинское произношение, идушское произношение еврейского, еврейского слова паним. Что такое паним? Паним это лицо. И это уже само по себе очень интересное слово, потому что, как вы знаете, а я знаю, что многие здесь, да, учат иврит, паним, имея окончание ютмем, означает множественное число в мужском роде. Получается, что на иврите нет единственного числа лицо. Лицо всегда будет во множественном число, будет паним. Лит в дословом переводе должно быть лица. Пан это, можно сказать, одна грань, одна сторона паним, лицо всегда будет во множественном числе. И когда мы говорим панай, это другое правило в английской грамматике смехут, соответственно, там сочетание с другим словом, или, точнее, это не смехут, а именно форма единственного числа в личном отношении. То есть, это сложно уже с грамматикой. Мы говорим панай, это будет мое лицо. Но слово паним, если даже не менять буквы, а просто чуть-чуть изменить огласовки, можно прочесть как слово пним. Пним это значит внутри, внутри чего-то. Пними это внутренний. И здесь псалмист говорит по мнению, по крайней мере, алтаребе использует это слово панай как слово панай внутри меня. И тогда мы можем совсем по-другому прочесть это слово. Эмор леби, скажи в моем сердце или моему сердцу, просите и не моего, не только моего лица, а мою внутреннюю сущность. Естественно, эти слова псалмисты обращают ко Всевышнему, идет речь о Всевышнем. Но мы помним трюк Алтаребе еще с прошлой главы, где он берет слова, которые пророки Шаяу, не просто обговорка, потому что пророк Шаяу был потомком еврейских царей, пророки Шаяу используют, которые по отношению ко Всевышнему, илбажик цакаб стакак иширион, что оденется в благотворительность как кольчугу. что мы объясняли в прошлую главу, эти слова используются по отношению ко Всевышнему. Но Алтаребе это проецирует на человека, который, выполняя заповед стака, делает эту кольчугу и по отношению к себе самому и к своим действиям точно так же. Точно так же мы сейчас эту фразу будем рассматривать не по отношению к Всевышнему, а естественно по отношению к человеку, потому что по идее, когда царь Давид говорит о своем сердце, он говорит о своем сердце. При этом правильный тот, который в контексте перевод этого псалма должен звучить, что скажу я в своем сердце, просят они твоего лица, то есть обрати свое лицо ко мне. Алтаребе говорит, что есть другой вариант написания этого предложения. Бакшу пнемит халеб просите внутренний смысл, внутренняя часть сердца. Сейчас мы поговорим только о том, что такое внутренняя часть сердца. Я надеюсь, вы понимаете, не идет речь об анатомии физиологии и вот он говорит, что в языках пламени, в пламени основа огня, бложественного огня, которое в сердце. И здесь опять каламбур, непереводимая игра слов на местном диалекте. Извините, сейчас, но чтобы просто двигаться дальше, нужно действительно, мы уже увидим определенный посыл к тому, как Алтаребе будет это объяснять. Уговорит Алтаребе перефразирует слово «леби», сердце, «лев». Он говорит, называет его «пнемиют халев», внутренний аспект сердца. Он говорит, «халев» меняет букву «эй» с буквой «ламет», и получается «лагав». «Амсори, что здесь у нас так сложно с ибритом, конечно, для этого нужна бы доска, чтобы все это показать, или хотя бы смотреть текст, но я попробую на пальцах объяснить. «Лагав» это пламя, это языки, именно языки пламени. И говорит он, что «т» это те же самые слова, буквы, что «халев», сердце. И отсюда он проводит параллель и говорит, что основа огня, обращенного ко Всевышнему, находится внутри, все, внутреннем аспекте сердца. Мы уже сразу видим, что «алтаребе» здесь играется с этой буквой «эй», а если вы помните вопрос, который мы задали, почему в другом словам, когда говорится о цедеке, о справедливости, которая будет идти впереди, используют слово «ехалек», а не слово «елек», где «та» точно так же добавляется буква «эй». Но давайте сразу объясним, о чем идет речь. Окей. Я прочту еще дальше в скобках, для того, чтобы понятно, с чем играется здесь «алтаребе». Что в сердце, в сердце с указательным артиклем находится основ огня Всевышнего, которое в сердце. То есть «алтаребе» здесь на самом деле играется. Почему? Потому что «в» предложение слова «лахав» нигде не упоминается. Но он говорит, что основ, внутренний аспект сердца «галев» это и есть «лахав». Но правильно, по-моему, сразу пишут об этом в скобке, но в скобках было бы сказать, что «в» не «лахаве», а не в языках пламени, а в сердце находится огонь ко Всевышнему, который находится в нашем сердце. То есть что «алтаребе» здесь делает? Он преднамеренно, неправильно формирует слово для того, чтобы дать нам намек, о чём идёт, будет идти речь. Показать нам, что эти языки пламени относятся именно к сердцу. Теперь давайте обратимся немножко к всяким каббалистическим объяснениям. Как мы знаем, что человек, как мы однократно говорили, это проекция десяти сферотов. Десять сферот делятся на три интеллектуальных и семь эмоциональных. Если взять как бы природные основы, в мир сотворён огонь, вода, воздух, земля, то если взять в целом создание человека, то интеллекту соответствует вода, а сердцу эмоциям соответствует огонь. И вот это постоянная борьба между интеллектом и эмоциями это то, что называется жизнь. Это то, о чём написана вся первая часть книги Таня Ликуте Марим, которая называется книга Бейнани, это внутренняя борьба, которая находится внутри сердца человека. Напомню, о чём там идёт речь. Говорится о том, что сердце человека как и физиологически делится на две части, на пустую и полную в свой род такой насос. Говорится, что одна часть это место проявления Божественной Души, другая часть это местонахождение Животной Души. Именно в сердце на уровне эмоций сталкиваются вот эти два начала Божественной и Животной. Но обратите внимание, именно место проявления Божественной Души в правой части сердца, а место нахождения Животной Души в левой части сердца, сразу должен возникнуть вопрос, что такое местонахождение Божественной Души, откуда она берётся? Божественная душа, она находится в интеллекте. И чем больше, как мы помним, что есть смысл развития человека, это так, чтобы интеллект властвовал над сердцем. Природа сотворения человека, где интеллект должен властвовать над сердцем. Что борьба должна происходить именно в сердце. Потому что на уровне интеллекта должно быть абсолютно чёткое интеллектуальное понимание того, что от нас хочет Всевышний. Дальше это переходит к нашим эмоциям. А эмоции — это у нас input-output, такое I.O. нашего организма, через которое все наши мысли проходят для того, чтобы потом утилизироваться, воплотиться в реальность. Но точно так же всё в нашем интеллекте воспринимается через какие-то эмоциональные органы, то, что мы видим, слышим и так далее. Это всё проходит через процессор сердца. Так вот борьба по-настоящему между божественным и животным началом должна проходить в сердце, то интеллекта на него должна подниматься. Но это то, к чему мы стремимся. Развивать свой интеллект, чтобы он полностью властвовал над сердцем. И в интеллект уже нехорошие мысли, эмоциональные мысли, не появляются мысли, так сказать, на основе эмоций. Это должен быть чёткий расчёт. На природном уровне интеллект, который всегда влажный, он источник, это вода, а сердце, естественно, сравнивается с огнём. Огонь, который стремится всё время наверх, точно так же наши эмоции поднимаются наверх и бьют нас мочой в голову. Но это и есть вот эта пошипеть, так сказать, игра в утюг, когда наши мысли сталкиваются с нашими эмоциями. Вот это называется шипением. В нашем организме это и есть та борьба, которая происходит между божественным и животным началом. Именно поэтому здесь Алтаребе нам и говорит, что огонь пламени, эмоционального пламени Всевышнего находится в сердце. И это немножко нелогично. Почему? Потому что божественная душа, откуда, по идее, а мы говорим, что божественная душа, всё, что она хочет, это только выполнять желания Всевышнего. И больше ничего ей не нужно. Это находится только в нашем интеллекте. Человек, который полностью развивает свой интеллект, это средний, бейн, бейн, нервы, гершин, выглечит, пожалуйста, сухой. Спасибо большое. Развивает свой интеллект настолько, что эмоции вообще туда не попадают. Постоянно, в любом пересечении времени и пространства, человек точно, даже на уровне подсознания, так как до интеллекта животное начало не доходит, абсолютно чётко понимает, что Всевышний от него хочет, и делает это абсолютно рационально. Это бейн, это максимальный уровень, который может достигнуть человек своими собственными усилиями, а эмоции, эмоции наоборот. Эмоции – это то, что нам мешает выполнять желание Всевышнего, потому что эмоции рождаются из-за какого-то инпута. Я увидел что-то вкусненькое, я плохо думаю, кошерное или нет, быстренько-быстренько хочется покушать. Но я надеюсь, что всем ещё понятие, мне когда-то сказали на уроке Тани, как раз, когда мы ещё собирались в синагоге, что чего я привожу всё время пример по поводу женщин. Мы уже в том возрасте, когда нужно приводить пример по поводу еды. Я надеюсь, что на Зуме мы помолодели и примеры можно приводить по поводу женщин, когда, естественно, мужчина реагирует на красивую девушку, а девушка реагирует на красивого мужчину. Это не мозги работают, это другое место работает. Это наш импут, эмоциональный импут. И, соответственно, если он не проходит фильтрацию нашего интеллекта, то и аутпут будет абсолютно эмоциональный, действие наше будет совершенно не то, что от нас хочет Всевышний в данный момент. Именно поэтому и идёт речь о развитии интеллекта. Но получается, что этот огонь, эти эмоции, которые происходят от сердца, это и есть наше животное начало. Но что здесь говорит Алта-Ребе? Алта-Ребе говорит здесь, что огонь Всевышнего, вот эта вот страсть ближения к Всевышнему находится не в интеллекте, а находится в сердце. И это уникальная ситуация, которую мы с вами сейчас будем обсуждать, потому что Алта-Ребе, как вы наверняка уже убедились по предыдущим главам, особенности по книге Тани, и особенно, на мой взгляд, особенности по книге, да, по всем предыдущим трём книгам, он категорически выступает за интеллект. Всё, эмоции изменить невозможно. Наши качества характера мы не можем поменять, мы можем только развить свой интеллект, чтобы их контролировать. И всё должно быть осознанно, интеллектуально. Почему здесь Алта-Ребе конкретно говорит нам, что огонь, наша страсть, сближение со Всевышним находится именно в сердце, находится и происходит именно то, что называется, из внутреннего аспекта сердца. Мы пневеют халеб, и он перефразирует халеб-ле-хаб, одно и то же слово, как халеб-ле-хаб, огни, языки пламени ко Всевышним происходит из нашего сердца. И сразу Алта-Ребе переходит к тому, что говорит, конечно же, бабка на двое гадала. Еш бет хинот. Понятие огня, которое заложено в нашем сердце, есть два аспекта. Пхинат хи цуньют. В их пхинат пневеют есть внешний аспект огня, сердца, желание которого проявляется, стремление ко Всевышнему, и есть внутренний. И здесь происходит по-настоящему этот стилистический парадокс. Потому что сейчас вы увидите, я сразу бегу вперёд, начнём читать и объяснять. То, что Алта-Ребе называет внешним аспектом проявления желания, вот этого стремления, страсти, близости ко Всевышнему, это именно то состояние, которое вызвано интеллектом. А внутреннее состояние страсти ко Всевышнему к интеллекту не имеет никакого отношения, и это настоящий сильный огонь страсти по отношению к Всевышнему, и на первый взгляд это противоречит всему тому, что мы учили до того. Надеюсь, что вы ещё помните, что мы пока не ныряем просто в глубину, а потом вынырнем, и в конце концов будем, конечно же, говорить о стаке. Но давайте продолжим это ныряние, хотя бы чуть-чуть сегодня. Это эйфория, которая пылает, и как языки пламени, опять же, читать нужно на иврите, потому что используется то же слово это слово эти языки пламени, на иврите это возбуждается, то есть входит в эйфорию. Но это то же самое слово, что языки пламени, от слова лэхаб, что внешний аспект сердца это вот этот вот тайтлаавуд, эта эйфория, которая разжигается в аспекте понимания и разума о величии Всевышнего благословен Он. То есть, подождите, давайте помним, мы говорим сейчас о сердце или мы говорим сейчас о интеллекте, мы говорим сейчас о эмоциях, о этой страсти, вот этот огонь, пламень, который пылает, или мы говорим сейчас о понимании величия Всевышнего, его бесконечного, его бесконечного. Мы уделяли этому достаточно много внимания в ещё книге Тани, книге Игоря Садшува, о том, что вся цель человека, вот это понятие «идбон и нут», о котором мы сейчас будем говорить, то, что часто переводится с иврита как медитация. На самом деле это медитация, а это своего рода концентрация на какой-то одной идее, я сейчас в двух словах напомню, о том, что имеется в виду еврейская медитация, чем она отличается общепринятого понимания и медитации. Это именно аналитическое понимание величия Всевышнего, как Всевышний заложен во всём и так далее, и осознание его величия, что порождает в нас эмоции, эмоции, которые происходят на основе именно психосоматики, психотренинга, когда мы себя себе объясняем и на основе этого понимания мы говорим «Вау, это нереально круто!» Это не потому, что мы увидели Бога и поэтому нам стало, что мы в полном шоке. Нет, я думаю, что мы что-то поняли и вот этому мы приходим в этот полный фарив шок. Это называется еврейская медитация. Что такое еврейская медитация? Прочитаю дальше по тексту. «Лид бонен бэгдулато бэгдулато бэлла ликми твуна зо ава азакирэшпэээш». Концентрироваться в его величии и рождать из этого величия. И здесь мы приводим слово, у которого нет перевода на русский язык, слово «твуна». Твуна — это одновременно и понимание, и осознание, и концентрация. Это вот это вот всё интеллектуальное сочетание всей интеллектуальной работы вот этой твуной, которая у нас вырождает, зарождается, когда мы по-настоящему что-то анализируем. Это вот самое полноценное понимание, я ещё чуть подробнее это объясню, зарождается любовь, которая сильна, как языки пламени, кирашпэээш, как пламя, которое подымается. О чём здесь идёт речь? Давайте по порядку. Что такое медитация? Еврейская медитация, мы говорили с вами об этом раньше неоднократно, это не состояние полной абстракции от реальности, это не состояние левитации. Да, полетать тоже можно с помощью еврейской медитации, но это не самоцель абстракции от реальности, а наоборот, как можно больше углубления в реальность и на основе анализа, понимания полноценного присутствия, бесконечного присутствия Всевышнего в этой реальности, будучи абсолютно безграничным в абсолютно ограниченном констанции. Что такое конкретно медитация? это взять стакан с виски или в данном случае с текилой и попытаться с него взять, снять все материальные шкурки, материальные оболочки, все, что это является, стакан, текила и так далее, постепенно-постепенно от этой текилы снимать и снимать и снимать и снимать разные layers, layers, over layers, пока ты не поймешь, это значит, нужно пить много для этого, хотя иногда помогает, поймешь, что весь бесконечный всевышний, который является источником всего мироздания, является формой и содержанием всего и вся, он полноценно содержится в этом стакане с текилой. Это называется в рейс-коммедитация не абстракция от текила, а наоборот сконцентрировать свою мысль, вытянуть ее в струну, в один такой концентрированный лазерный луч мысли, где вот там только как вибрация струны будет слышен, виден и осознан величие Всевышнего. Это абсолютно интеллектуальная, а не эмоциональная работа. Это не попытка абстракции, это попытка наоборот концентрации. Мы говорили об этом, что великие хасиды, которые могли достигнуть такого уровня медитации, именно вытянуть свою мысль в струну, все свое существо в эту одну струну, это не обязательно были какие-то великие мудрецы и так далее. Это просто люди, которые умели полностью сконцентрировать свою мысль, вытянуть ее как какой-то один лазерный луч, который бьет прямо в самую точку. Это еврейская медитация, это идбоненут, которая рождает твуна. Идбоненут — это обычно переводится как медитация, но я специально, прошу прощения, что сегодня много еврейской грамматики, но она сразу дает совершенно другую картину восприятия того, о чем идет речь. Дело в том, что слово твуна, оно происходит от слова идбоненут, это однокоренные слова, и у того, и у того, у всех них это корень беднунгей, точно так же, как сферат бина, что значит понимание, что значит женское начало и так далее. Так вот, именно эта концентрация, результат твуна — это что-то, что является результатом этой концентрации. То есть это не просто понимание. Объясняет тоже Алтаребе, что по-настоящему твуна — это когда ты полностью одеваешься в эту идею, растворяешься в этой идее, и одновременно идея полностью наполняет тебя, твое сознание, твой интеллект, твое существо. Это вот когда происходит вот этот полный обмен веществ с идеей, со стаканом стекила, например, точнее, с величием, с бесконечным величием Всевышнего, с этим стаканом и в этом стакане текилы, в этот момент порождается то, что называется твуна. Вот это вот полноценное, всеобъемлющее и внутреннее, внешнее понимание этой идеи, как все величием Всевышнего, заключено в этом одном стакане. А процесс, который к этому приводит, называется идбоненут. Я не знаю, есть ли на русском языке эквивалент слова твуна, если объяснить это как результат медитации, но если мы говорим твуна, так как мы это объяснили, называем это еврейскую медитацию, то результатом этой еврейской медитации будет вот эта вот твуна. Теперь, что она порождает? Она порождает первичный, еще какой-то бинарный аутпут из нашего центра управления полета, из нашего интеллекта, из нашего процесса, процесса эксиста, из этого микрочипа, в котором находится божественная душа. Но это еще не эмоция, потому что сфера бина относится к интеллектуальному аспекту. Из них дальше иногда через дат, в некоторых подсчетах без дат, через разум. Без разум, потому что разум, это то, что вот эту твуну формирует, то, что мы называемся мысли, так работает технология сознания, а дальше это переходит уже в этот аутпут, который называется эмоциями. И те эмоции, которые рождаются благодаря появлению вот этого состояния, понимания вот этого состояния твуна, они поднимаются, как языки плана не очень, они понятно спускаются в сердце и поднимаются оттуда ко Всевышнему. Это все называется внешний аспект божественного огня, который находится в сердце. Не внутренний, не сущность, а это только оболочка, это только форма, это не содержание. И здесь мы можем понять, почему. Во-первых, давайте просмотрим, как работает этот процесс. Вся идея это в том, чтобы интеллект, вода, которая, образно говоря, интеллект, соответственно, спускается вниз к огню, как можно дальше подавляла этот огонь, те эмоции, которые происходят из сердца, в котором находится животная душа. Но в данном случае мы говорим, что это даже не просто разум властвует над сердцем, не дает этим эмоциям подняться в сердце, а сам разум, сам интеллект порождает новые эмоции. Для того, чтобы такое происходило, вот этот обратный, а совершенно неестественный процесс, потому что вода не порождает огонь, вода гасит огонь, для этого нужно достигнуть такого развития интеллекта, где и огонь, и вода, то есть и хэсет, и хокма, и интеллект, и эмоции, они объединяются на более высоком уровне. То есть тебе нужно подняться на уровень до того, как эти две силы, огонь и вода, разделяются от Единства Всевышнего на две отдельные силы. Где-то в Единстве Всевышнего они пересекаются, уживаются вместе. Как говорит книгозор, стоит ангел Михаэль, ангел Габриэль, ангел Михаэль — это ангел воды, ангел Габриэль — это ангел огня, и они уживаются вместе, никто друг другу не причиняя никакого вреда. Вот эта работа, поднятие на состояние единства огня и воды, она должна происходить в интеллекте. Она происходит с помощью этого процесса, который называется «идбунунут», то, что мы в общем переводим как медитацию, и порождает то, чего на русском у нас не существует, результат этой медитации, которая называется «тбуна», и это совершенно новая величина, которая спокойно может спуститься в сердце, и происходит перезапуск сердца, и рождается новый огонь, потому что теперь это сердце наполняет полностью божественная душа. Сердце теперь свою функцию производит от божественной души, от воды, и зарождается совершенно новый огонь на совершенно другом уровне. И этот огонь всего лишь является внешним аспектом божественного огня, который заложен в нашем сердце, о котором мы говорили. Почему? Потому что он происходит не изнутри сердца. Этот огонь, результат интеллектуального, эти эмоции, это результат интеллектуального труда, интеллектуальных усилий, результат вот этого медитации и рождения «тбуна», «тбуна» — это та функция, которая зарождает этот огонь, но она приходит извне, не из внутреннего аспекта сердца, а из внешнего. И поэтому вот то, о чём мы так долго говорили, о чём так долго говорили большевики, о том, что Алта Рэба говорит постоянно в книге Тани, говорит в книге Игоря Садшува, о том, что этот разум должен властвовать на сердце, это всего лишь порождает внешний аспект эмоций, не внутренний аспект, не сущность. Мы не меняем сущность, просто сердце рефлексирует на деятельность интеллекта. Мысли порождают эмоции. Нормальное самовнушение просто по-простому. Когда мы можем уговорить себя, что нам хочется кушать мороженое, когда мы можем уговорить себя о том, что нам нравится этот человек и так далее, это всё внешние аспекты. Почему? Потому что внутренние аспекты сердца — это само по себе сердце. В данном случае мы говорим о интеллекте, который влияет на сердце, и это только внешний аспект эмоций. А мы говорим, что когда мы говорим о заповеди с долгой вот этого обращения к внутреннему аспекту Всевышнего, нужен внутренний огонь. Да, рождается любовь и трепет. Мы поднимаемся до максимального уровня, приближенного к праведнику, своими собственными усилиями. Это тот уровень, который мы можем реально достигнуть своими собственными усилиями. Это развитие интеллекта, эти медитации, это увидеть в стакане стакилы бесконечный божественный свет, превратить это в то, что называется твуна, и породить эмоции. Но это достигаемо нами, это возможности человека. Но это только затрагивает внешний аспект сердца. Само сердце оно не меняет. Это только как раз и есть тот аутпут, который происходит у наших эмоций благодаря интеллектуальной деятельности. А то, что говорит Алтареба, и это то, что мы уже будем говорить с вами на следующем уроке, что есть возможность думать сердцем, или, точнее, совершенно не думать, но есть возможность своего рода процессирования идеи, процессирования эмоций, послать сигнал к аутпуту божественного огня, ко Всевышнему, из самого сердца без интеллекта. Получается, что Алтареба переворачивает всё, что он говорил раньше, и здесь говорит, что где-то внутри именно эмоций, в наше сердце за слов заложено ещё что-то большее, чем интеллект, где находится бесконечная божественная душа, и где с помощью развития нашего интеллекта мы достигаем максимального уровня развития человека, состояния Бейнани, есть что-то большее, чем это. Это и есть внутренний аспект эмоций в сердце, который не является результатом какого-то посыла с интеллекта. О том, что такое этот внутренний аспект, мы поговорим уже на следующем уроке. Ещё раз, пусть эти слова пойдут в заслугу шлейма Рокол Бас Цивья, правильно? Циля Бас Хая. Циля Бас Хая, не знаю. Циля Бас Хая и Яков Бен Сара и всему еврейскому народу. На этом мы сегодня остановимся.